Привет, это 20 серия Мега Династии Дрыщ. Да, это уже юбилейная серия и, ребятки, сегодня будет просто жесть. Нам выпало ограничение на одну серию, мы не должны пользоваться временем вообще. То есть я не могу ставить паузу, не могу мотать время, игра всё время будет только на плей. И всё. Я не знаю, как будем так играть, но я постараюсь, но блин, вы понимаете, да, что время мотать нельзя. Сегодня такой возможности у нас нет. Итак, Айден, пожалуйста, просыпайся, потому что хватит спать. Детки плачут, надо за ними ухаживать. Кто у нас плачет? Микеланджело, да? А, это Келвин. Давайте мы сейчас быстренько починим туалет, потому что эти призраки опять нам всё сломали тут, поэтому лучше сразу же починить. Главное сейчас не мотать время, я убрал пальцы с клавиш, чтобы не переключать время. И можно, пожалуйста, почистить. Ужас, здесь это громко плачет. Айден, давай поторопись. Только не устрой пожар, пожалуйста. Здесь, кстати, опасно сейчас что-то делать. Поменять пелёнки. Я думаю, и так же покормить из бутылочки. Давайте мы всё это сделаем. Поменять пелёнки, кормить из бутылочки. Мердит ушла на работу. И она, скорее всего, будет общаться с коллегами, потому что мы ещё не подняли навык логики. Может быть, купить книги где-нибудь, потому что я не могу сейчас, к сожалению, покупать шахматную доску, потому что, кажется, нельзя это делать. Мы можем покупать только туалет и палатку. Остальное покупать нельзя. Айден, а почему на улице тепло? А, нет, на улице холодно. Просто солнечный день. Я думал, что тепло, но нет. Ну, кстати, наконец-таки ярко. Наконец-таки солнечно, потому что надоело уже эта пасмурная погода. И, Айден, что тут у нас анализировать? Кстати, ребятки, нам сегодня нужно будет скрестить растения. И ещё нам нужно прямо сейчас использовать средства против клещей, потому что эти пчёлы всё время злые. А это означает, что мёд будет плохого качества. Мне бы этого не хотелось. И Мердит познакомилась с Бьёрном. Ну, ладно, хорошо. Пчёлы на нас нападают. Конечно же, надо было всё-таки... Надо надеть костюм пчеловода. Или мы всё-таки... Мы это сделали? Да, мы всё-таки это сделали, и теперь они просто раздражённые. Так что... Хм... Улей полон. Может быть, всё-таки мы соберём мёд? Переодеться в костюм пчеловода. Или давайте сначала попробуем подружиться. Говорить с растением. Не надо с кем болтать. Это странно. Это очень странно играть так, что нельзя мотать время. Создать что-нибудь превосходного качества. И также... Сделать подарок. Традиция вручения подарков. Кстати, сегодня день признаний в любви. Поэтому мы сегодня устроим мини-свидание дома. Никто не плачет? Нет? Всё в порядке? Детки у нас спокойные. Всё хорошо. Они спят. У них скоро день рождения. Думаю, что в следующей серии мы его отпразднуем. Хотелось бы, знаете, чтобы они подольше побыли младенцами. Потому что мы сейчас на улице. И только вот через два дня мы сможем вернуться домой. Так что я не буду сам им устраивать... О боже, это пчёлы. Я подумал, что здесь какие-то эти завелись уже. Паразиты. Но нет, всё хорошо. Надо будет наполнить миску. Наполнить все миски. И также у нас тут... Какие-то растения надо будет улучшать, кажется. Или мне показалось. Что-то блестело. У нас наконец-таки появились сорняки. А да, вот что-то блестит. Это у нас розы. Которые можно будет способствовать росту. Отлично. Гигиена. Хорошо, давайте мы себя очистим. Волшебство. Очистите. Когда он там повысится по волшебству? Ну уж совсем скоро он станет знатоком. И также хотелось бы выучить заклинание телепортации. Чтобы не летать на метле. Потому что телепортация это много лучше, мне кажется, чем метла. Так. Давайте, наверное, соберём урожай. А, сначала надо подружиться с пчёлами. Потому что мы, кажется, не выполнили это действие. Давай, Айден, подружись с ними. Потому что поскорее бы это сделать. Так как пчёлы, кажется, могут приносить подарки. Насколько я помню, я обозревал пчёл. И они реально могут приносить подарки различные. Так что это очень здорово. Главное с ними подружиться. Они спокойные. Так что Айден это вот самый раз. Самое время дружиться с ними. Уже не терпится вернуться домой. И мы, кстати, так мало денег заработали. Давайте скрестим лягушек. Может быть мы сможем получить какой-нибудь редкий вид. Ого! Мы получили новый вид. И это у нас пятнистая баклажановая лягушка. Это неинтересно. Это неинтересно. Я пока что оставлю эту лягушку. Потому что она реально какая-то очень необычная. И, возможно, мы сможем получить ещё редкий вид лягушек. Может быть. Самую дорогую. Скрестить растения. Хорошо, мы что-нибудь да скрестим. И кто-то уже, видимо, плачет. Да, детки уже плачут. Поэтому Айден уже бежит к ним. Как-то он медленно бежит с лунной походкой. Что это за бак такой? Айден. А что с ними не так? Кажется, они не воняют. А нет. Всё-таки Микеланджело воняет. Поменять пелёнки. А с ним что? Пока что не ясно. Кстати, знаете, что забавно? Я помню, что в первом поколении династии Палмеров тоже родились двойняшки. Именно два пацана. Мы теперь можем помочь детям с базовыми потребностями. Естественно, уже гейн досуг. И также давать советы по воспитанию другим родителям. Всё. С детьми всё хорошо. Нам нужно будет сделать подарок. Хорошо, хорошо, хорошо. Нет, нет, нет. Ничего не готовь. Ничего не готовь, я сказал. Готовить нельзя. Он, кстати, голодный. Но мы подружились с пчёлами. Давайте ещё раз подружимся с пчёлами. Потому что сейчас мы заберём мёд, и они, наверное, станут раздражёнными. Лучше подружиться с ними хорошенько. Пока они спокойные. Наконец-то-таки они успокоились. Потому что я так долго ждал, когда они спокойными станут. И, видимо, они как раз-таки улучшают качество наших растений. Нет, они всё-таки нападают на нас. Ну, блин, ну вы чего? Нормально же общались. Чё вы такие злые стали? Давайте ещё разок. Подружиться с пчёлами. Мы должны наладить связь с природой, раз мы находимся на природе. И подружиться с пчёлами, это будет, наверное, самое лучшее, что мы можем сделать. Кажется, это было успешно. И чё, у нас прям продвинется, да? Сначок или как? Давайте ещё. Может появятся новые действия. Собрать рой. Мы уже можем собрать рой. Так что давайте этим воспользуемся. А потом уже соберём мёд тогда. Интересно, а когда мы подружимся с пчёлами, нам нужно будет надевать костюм пчеловода или нет? Как вы думаете? Мне кажется, что нет. Мы собрали рой. Теперь у нас есть в багаже рой пчёл. На 4 часа получается, да? Мы можем отправить за подарком, опылять растения неподалёку и ободрить себя пчёлами. Я не знаю, что это действие даёт, я уже не помню. Но давайте отправим за подарком. Давайте. Пускай они пока что слетают за подарком. Нам придётся просто подождать, да? Зачем ты открыл? Не надо ничего открывать. Хвалить. Ну-ка. Вау, ребятки. Подарок от Билайн. Айден получает отличный подарок от пчёл. Это овощи для новичков. Кстати, нам, знаете, что нужно? Нам нужна клубника. Чтобы скрестить её с розами и получить очень интересный... Очень интересный гибридный цветок. Не помню, как он называется. То ли драконий фрукт, то ли ещё что-то. Но я не знаю, где найти клубнику. Может быть, она есть в ягодах или фруктах. Так, ребятки, подождите. Ребята, простите, случились технические шоколадки. Я снова вернулся. И почему я нахожусь в режиме строительства? Так, чё-то я не помню, чё я там делал. Ну ладно. Нельзя ставить паузу. Эй, чё пауза стоит? Всё-всё-всё, я ничего не трогаю, ребятки. А, я хотел купить, точно вспомнил. Я хотел купить семена. Так, где они у нас продаются? Они продаются где-то здесь, насколько я помню. Цветы? Нет, не цветы. И фрукты. Где можно найти клубнику? Это не фрукт ведь, это ведь ягода. Может быть, летние растения. Хм, даже не знаю, где может находиться клубника. Но вряд ли в цветах фрукты. Ну давайте пока что закупимся этим. Потому что фермерские цветы и фрукты пока что нельзя покупать. Ладно. Надеюсь, что там будет клубника. Если что, мы найдём где-нибудь ещё. Так, что у нас тут? Мертит и Герберт встретились на работе. Она там не теряет свою продуктивность? Блин, она теряет продуктивность, поэтому лучше упорно работай. Хватит уже общаться с людьми. Айден у нас ходил в туалет. И он у нас голодный. Но для начала давайте мы откроем все семена, которые у нас есть. Потому что вдруг там есть клубника. Открыть, открыть, открыть. И, к сожалению, клубники у нас нет. Но зато у нас есть бегония. У нас есть болгарский перец. У нас есть шпинат, лимон, горсть, гроздь черешни, бегония и стручок зелёного горошка. А ещё и бананы и виноград. Но можно посадить, в принципе, знаете что? Нам тоже нужны летние растения, поэтому... Болгарский перец. Я думаю, понадобится нам в будущем. Черешня, конечно же, как без неё. Бананы вот садить, я не знаю, нужно... Давайте, хорошо. Бананы тоже можно посадить. Бегония. Отлично. Что у нас вообще ещё не растёт? У нас ещё нету винограда. Вот, кстати, его можно будет посадить. До него, конечно, далеко. И, кстати, вот надо побольше яблок посадить. Потому что яблоки, я думаю, что нам понадобятся в будущем. И этого пока что достаточно. Посади, пожалуйста, все растения. И будем сейчас собирать урожай. Будем скрещивать растения. И надо выполнять свою работу. С детьми всё в порядке. Желание нам надо будет подарить подарок. Но пока что Мердит не вернулась. Нам нужно будет также подарить цветы. И что за баги происходят? Почему здесь пчёлы летают? Мы вообще-то садим растения. Алё. Давай сади уже до конца растения. Потом побежишь где-то. К детям. Почему-то они так часто плачут сегодня. Ну, не знаю, что их беспокоит. Потому что, ну, кажется, с ними всё в порядке. Мы их покормили. Мы с ними пообщались. Может быть, им внимания не хватает. Ну, давай. Сади растения. Блин, я так хочу перемотать время. Но, к сожалению, нельзя. Нельзя, приходится просто наблюдать за тем, как всё это происходит. Очень интересный цветок. Бегония. 23 симолеона. Где он его нашёл? Серьёзно, где он его нашёл? В летних растениях, скорее всего. Ну, блин, реально очень дорого. Но клубнику мы, к сожалению, так и не нашли. Ну, ладно, ничего страшного. Давайте мы сейчас... А мы не можем скрестить. Мы, кстати, могли бы сделать тираж. И получить ещё зелье изобилия. Но сделаем это чуть позже. Чуть-чуть позже. Теперь беги к детям. Потому что им нужно внимание. Может быть, надо с ними поговорить. Покорчить рожицы. Я не знаю. Может быть, реально им просто не хватает внимания. Потому что сколько их можно кормить? Мы их уже очень много раз кормили. Тем более, всю ночь я их кормил. Они всё время хотели кушать. Но сейчас... Может быть, им просто не хватает общения и внимания. Мередит приносит домой 152 симолёна. И на работе отлично справляется. Мередит зарабатывает день отпуска. Мередит. Молодец. Она получит повышение в следующий раз. Но не сейчас. У неё всё хорошо с потребностями. Может быть, она приготовит пока что рыбку? Хотя она может отправляться экспериментировать. Изучать новые зелья. Либо новые заклинания. Давайте пока что выучим какое-нибудь зелье новое. Потому что это очень интересно. Хочется узнать, что там ещё можно будет приготовить. Давай-ка. А мы пока что поухаживаем за детьми. Всё. С ребёнком всё хорошо. Можешь его отпускать. Им реально просто не хватает общения. Просто внимания. Так что мы его им предоставим. Мередит у нас готовит зелье. Она, кстати, вообще не потолстела после беременности. Посмотрите, какая фигура у неё отличная. Замечаю. Вау! Там самолёт летит. Постойте, где он? Вау! Я не знал, что в этом городе летают самолёты. Это прикольно. Это очень прикольно. Хорошо. Всё, с детьми всё замечательно. Айден, прекращай к ним лезть. И давайте мы пойдём соберём урожай. И наконец-таки уже выполним. О, кстати. Можно уже улучшать растения. Морковку. Способствовать росту. Посмотрите, как замечательно. Пчёлы потрудились на славу, скорее всего. И собрать весь урожай, который у нас есть. Ты чё, спать лёг, что ли? Айден, ты чего? Кстати, питомцы чувствуют себя замечательно. Давайте мы их отправим охотиться. Где, кстати, Теон? Отправляйся на поиск еды. Пока что этот баг не исправили с едой. Они приносят всё время метлу, но ладно. Айден скоро станет настоящим агрономом. Теперь может пропалывать сорняки на большой территории. И это нам... Да, и на получать столика достигну второго уровня в новой кейлогике. И мы сможем получить повышение. Вы прикиньте, но... Эх, не скоро. Не скоро мы сможем это сделать. Хотя можно купить книжки на самом-то деле и читать просто их перед сном. Давайте мы, наверное, польём растения. Либо пропалоть все сорняки. Это наверняка новое действие, которое пришло к нам благодаря шестому уровню. Я этого ни разу не видел. Посмотрите. Можно не работать ручками. Можно просто отключить какой-то пылесос и всё. И собрать сорняки. Вау, это зелье удачи. О-хри-неть. Так, давайте мы тогда его... Попробуем... Ну, типа сделать тираж. И... Используем его. Волшебство, заклинание, тираж. Пока постой. Давайте сначала мы реально сделаем всё вот это вот. Потому что это очень важно. И зелье, изобилие, тоже тираж. Главное, чтобы заклинания сработали. А у нас, насколько я знаю, есть способность, которая даёт нам стопроцентный результат. В практической магии. И это мы всё забираем себе. И это один тебе, один ей. Ну, пускай, наверное, Айден выпьет это зелье. Айдену, я думаю, оно больше понадобится. Но для начала давайте выпьем всё-таки... Или... Ладно. Выпить. Смотрим, что делает данное зелье. Мне очень интересно узнать. Айден, покажи нам. Вот такое вот зелье. Посмотрите. И что оно нам даст? Думаете, что вам повезёт? Персонажи получат выбранные случайным образом ингредиенты или деньги, проводя эксперименты в котле и выполняя обычные действия. Ну, это, наверное, нужно было всё-таки Мердит выпить, а не нам. Ну, ладно. Ну, ладно, ладно, ладно. Нам нужно скрестить растение. У нас есть шалфей в багаже. Но зачем я буду его скрещивать? Хм. Шалфей можно скрестить. А когда он растёт? Давайте скрестим с лимоном. Где лимон у нас? Привить. Шалфей. Всё. Мы выполнили данное задание. И, кажется, ещё ничего не продвинули. Ну, ладно. Августа, мне просто необходимо... Здравствуйте. Если вам ещё никто не сообщил на фестивале специй, да отстань. Никакие фестивали специй. Что нам, кстати, нужно для приготовления зелья удачи? Ну-ка, если можно узнать. Готовить зелье. Бирюза и корень валерьяны. Где мы найдём бирюзу, я не знаю, но... Заклинание тираж нам поможет. Всё. Главное, мы выполнили свои рабочие обязанности. Теперь можно уже отдохнуть. Нам ещё нужно 2 часа рыбачь, насколько я помню. Но я сделаю это, наверное, чуть позже. Для начала выпей тогда зелье. Давай-ка, пока выпей зелье, а мы передадим тебе это зелье, чтобы ты его клонировал. Потому что это зелье очень классное. Я думаю, что оно понадобится нашей... А, нет, постойте. Постой, 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 постой. Оно понадобится нашей меридит. Починь его. Давайте повысим качество, может быть, тогда сумма увеличится. Нет, сумма не увеличилась. Почему-то. Я думал, что чем выше качество, тем больше сумма. Но, увы, это не так работает. Тираж. И ещё раз. Заклинание, тираж. Давай-ка. Нет! Это было неудачно, и зелье пропало. Увы. Давай ещё разок. Вот какие бывают последствия. Тираж. Поэтому надо быть осторожным. Ого, целых 3 зелья. Но это, кстати, благодаря тому, что у нас чем выше заряд, тем сильнее заклинание. Охренеть. Реально. То есть, именно для этого нужен заряд, потому что благодаря ему заклинание становится сильнее, и тираж, он удваивается. Это очень здорово, но волшебство... Не будем пока что его трогать, потому что... Хотя можно будет снять заряд. Давай, снимай заряд, и... Надо будет это очистить. Чё там дети плачут? Как она зашла домой? Я серьёзно не понимаю, как Симы заходит домой, потому что дверь закрыта. Я не открывал двери. Где она взяла еду? Ребятки, я в шоке. Серьёзно, я в шоке. Как она прошла? Чё за магия вообще творится? Почему Симы без моего ведома проходят через двери? Она закрыта. Как она туда зашла? Никто не должен заходить. Да ещё и питомцы заходят. То она заходит. Я не понимаю, почему так? Что с Симсом? Что за баги вообще происходят? Так не должно быть. Сходи, пожалуйста, в туалет, и сейчас мы будем устраивать свидание. Детки плачут. Поменять пелёнки? Также тоже поменять пелёнки. И кто-то принёс подарок, насколько я вижу. Это Дафна, скорее всего. Почему они плачут? Может быть, они голодные? Так, нам нужно будет сейчас... Ага, подарить цветы. Она игнорирует эту традицию почему-то. Потому что, может быть, она злая. И ещё пойти на свидание. Мы свидание устраивать не будем. Так, детки, хватит плакать. Сколько можно плакать? Что у нас тут? Поднимай подарок. Там, конечно же, метла. И сучковатого дерева. Ничего другого там быть и не может. Нам нужен ещё вот такой вот фамильяр. Один. Для нашего второго ребёнка. Но я не знаю, где его найти. Надо будет с кем-нибудь сразиться. А вот с кем? Вот это, конечно, тот ещё вопрос. Ну, ладно. Думаю, мы найдём... Блин, она покушала, и теперь она не голодная. Это было вообще нечестно. Айден, ты всё? Так, теперь нам нужно будет приготовить что-нибудь превосходного качества. Поэтому приготовь макароны с сыром. Мы, конечно же, кушать их не будем. Но просто приготовим. А Мердит... Мердит не хватает досуг. Поэтому давайте я куплю всё-таки книгу, если там можно заказать её. Так. Заказать, заказать. Будем считать, что мы заказали её, не знаю, через почтовый ящик там или ещё откуда-то. Книги купить можно. Так. Давайте глянем. Что у нас там есть? Мне нужны именно навыки. И это навык логики. Так, 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 так. Скрипка, комедия, логика. Вот. Том первый. Ну и пока что читать данную книгу. Потому что тебе это нужно по работе. Не знаю, это повышает досуг или нет. Да, это повышает досуг. Ну ладно. При повышении навыков увеличивается шанс на выигрыш и становится доступно больше действий. С микроскопом. А в чём вы... А, выигрыш в шахматах. Ну ладно. Хорошо. У нас есть два очка способностей. Она стала экспертом. Почему нам не сообщили об этом? Он теперь может готовить... Вау. Рыбу с жареным картофелем. Это очень вкусно. Очки таланта. Я думаю, что некоторые из необходимых ингредиентов могут не использоваться во время приготовления зелья. Это замечательно. Зелья, приготовленные этим персонажем, удивительным образом, приятные на вкус. Выпившие зелья получат небольшое дополнительное преимущество. Всё. Качаемся в этом направлении пока что. В направлении зелий. Айден у нас готовит. Так хочется ускорить время, потому что, ну, они реально очень долго готовят. Будем надеяться, что это будет превосходного качества всё-таки. Вот реально сейчас уже симы заняты. И сейчас вот нужно мотать время. Но я не могу этого сделать. Совсем скоро у нас, кстати, вырастут уже эти коровки. А мы так и не собрали мёд. Мы не собрали, ребятки, мёд. Я совсем забыл про это. Сделаем тогда чуть позже. Уже 8 часов вечера. Мы пока что ещё не устроили себе свидание. Но нужно уже выполнять желание, потому что время подходит к концу. Я просто всё не успеваю. Женский вечер. Нет, спасибо. Нам пока что не до него. У нас тут детки на улице растут. Мы не можем их бросить и уйти гулять на женский вечер. Займёмся этим чуть позже. Не сейчас. Оу. Это кто? А, это отец. Ладно. Отец и дочка. Так, Айден, давай поскорее, пожалуйста. Приготовь ты уже эти макароны с сыром. Я могу играть от первого лица? Да, я могу играть от первого лица. Что у нас тут? Она читает книжку. Давайте понаблюдаем. Что у нас с ребёнком? Они просто спят. Это кто у нас? Это... Это Консуэлла или Дафна? Это Дафна, скорее всего. Они все лежат и смотрят в небо. Блин, прикольно. А это кто? А чё они все лежат? Странно как-то. Ну ладно, давайте посмотрим пока что за Айденом. А книга, кстати, у Мердит пропала. Или она её уже выкинула где-то? Да, она её где-то выкинула. Опять этот баг с книгой, которая пропадает. А почему она дальше не читает? У тебя же всё хорошо. Куда ты книгу делала? Читай логику дальше. Не надо плакать по этим симам. Ты злая симка, тебе должно быть пофиг. Он всё? О, ну книга, конечно, волшебным образом открывается на полу. Да, мы выполнили данное желание. Пожалуйста, убирай вот это. Нам нужно будет купить бассейн размером не менее, чем один на один. Ну, бассейн так бассейн. Хорошо, раз они хотят бассейн, то я куплю им бассейн. И сделать подарок. Сделать подарок. Ну, может быть... О, у нас появились новые действия. Вручить подарок в день признания любви. Может быть, подарим ей рыбку или цветок. Бегония. Не знаю, понравится ей это или нет, но можно рискнуть. Реально, можно рискнуть. Надеюсь, что ей это понравится. Что она скажет? Нет, ей кажется, почему ей не нравятся цветы. Но главное, что мы выполнили традицию. Подарок мы подарили, цветы мы подарили. Но желание почему-то не выполнилось. Сделать подарок. Дружелюбные действия. Вручить подарок. День признания любви. Или надо обычный подарок вручить. Видимо, это разные вещи. Хорошо, вручить подарок. Дружеский подарок. Рыбка. Да, потому что питаться можно пока что только рыбкой. Ну-ка. Я думаю, что данное зелье изобилие нас будет спасать. Пока мы живем на улице. Опять ей не нравится. Да и никогда не нравятся подарки. Но главное, что желание теперь выполнено. Остается купить только бассейн. Я не знаю, куда тут бассейн вообще вставлять. Но участок большой. Так что, в принципе, можно поставить бассейн на заднем дворе. Хотя участок не такой уж и большой. Но... Вот так вот пока что как-то. Или... Даже не знаю. А можно как-то... Вот так можно сделать. Посмотрите просто. Но лучше, наверное, не трогать. Можно реально вот так вот сделать. Камнем обложить. И... Будет какой-то, знаете... Ну, это красиво выглядит. И можно поменять цвет. Нет. Допустим, сделать здесь болото. Или... Хм... Грязевые источники. Почему бы и нет? Ну, я думаю, что вот так можно сделать пока что. Или... Вот так. Нет, пускай будет вот так. Да. Будет какой-то, не знаю, ритуальная... Ритуальная вода священная там. И... Это все. Это все. Надо как-то ее... Чтобы она вот... Можно я ее восстановлю? Потому что она с этой книгой будет мучиться все время. Мне это не нравится. Тестинг. Чит. Тру. Хорошо. Она уже легла спать. Вместе с книжкой. Конечно. А, нет. Это был Айден. Ладно, я путаю. Забирай книгу. Обратно. И они уже ложатся спать. Я думаю, что все задания мы выполнили. И... Я бы хотел... Ну, я думаю, что остальное мы уже выполнить не сможем. Этого достаточно. Это я забираю сюда. И, ребята, мне уже пора заканчивать данную серию. Надеюсь, что она вам понравилась. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Так заглядывайте в мое сообщество. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok